Михаил Сергеевич Горбачёв прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Товарищ Горбачёв познакомился с одним из старейших предприятий города, авиационным заводом имени Гагарина, беседовал с его работой. Сегодня дело должно как обстоять. Каждому рабочему человеку, каждому ингредиеру, каждому трудящемуся, есть дело до всего. Он правит и должен иметь реальную возможность. Высказывают замечания, если они есть. Причём и по производству, и по вопросам быта, и по вопросам воспитания, и по вопросам дисциплины, и вообще по вопросам порядков. И на предприятии, и в городе. И это так и должно быть. А самое главное, всё, что возможно, быстро решать. А то, что невозможно, значит, надо людям чётко, ясно сказать. Почему нельзя? Ну, есть же такие вопросы. Если в цехе аварийная ситуация, если в цехе вредные условия, то спрашивается, разве это допустимо? Разве может руководитель допустить, чтобы была такая ситуация? Будем работать. Но надо так, чтобы местные органы строго выполняли распоряжение центральных органов. Чтобы не было местных, это очень важно. Что вы имеете в виду? Ну, допустим, рапорты преждевременные, центральные органы, чтобы показать себя в выполнении планов, показать себя с лучшей стороны. А на самом деле ещё не доделано, ещё надо много трудиться, работать, чтобы это довести до ума. Я скажу, что вашу продукцию ещё надо до ума доводить. Да, да. До ума. Трудиться же там много. И довольно серьёзно, ещё много работают. Много. Как он живёт, как он живёт, как отдыхает. Это же многое значит, как люди тут чувствуют себя. Для меня очень важно. И поэтому то, что вы говорите, хороший, плохой, я должен знать, как оно. Нам нечего приглаживать, товарищи. Что хорошо, то с нами. Но если в этом же заводе, который делает такие большие дела, вот такие непорядки, это не годится, должно быть исправлено. И директору тут нечего, так сказать, розовые очки генеральному секретарю одевать, понимаете. Ни чёрных не нужно, ни розовых. Надо всё видеть, как едят, как едят. Я вижу, что всё-таки народ вы, который умеет с трудностями бороться. И уж если я так посмотрел, за такой короткий строк, с такими, понимаете, в ходе освоения идёт, и модернизация идёт, и люди в основном справляются, в основном справляются, то это большое дело, и вам за это спасибо. Мебели? Да, мебели нет в городе. И ещё один вопрос. В общем, то, что сейчас уже можно помочь решить, мы разберёмся. Наверное, кое-что сразу не решишь. Обязательно с детской одеждой, с детской булочкой. Я запомнил, что вы сказали. Не теряйтесь, не теряйтесь. Между прочим, вот я получаю много писем каждый день. Больше всего пишут женщины. И надо сказать, поддерживают хорошо. Может быть, это потому, что женщины немного почувствовали, что прибавилось порядка в городах наших, населённых пунктах. Особенно очень много пишут, в связи с тем, что мы все боятся, вдруг мы перестанем вести борьбу с пьянством. Правильно, правильно. Почему-то вы сомневаетесь, что мы бросим эту борьбу с пьянством. Надо совсем прекратить. Далеко зашли уже. Продавать. То, что далеко зашли, то, что пьянство нам наносило огромный удар по всему обществу, по семье прежде всего. А раз в семье нет благополучия, она била потом. И по производству за эти 6 месяцев, что мы прожили в этом году, продажа алкогольных напитков ещё снизилась на 35%. Мы даже рассчитывали, что так не будет. И в результате наш товароборот сейчас, из-за того, что сократилась продажа больше, чем мы рассчитывали, а продажа алкогольных напитков снизилась на 35%, мы недополучили 5 миллиардов денег. Но это мы уже такую, так сказать, тяготу готовы взять и ищем сейчас, как это перекрыть. Пусть этот процесс идёт. Этот процесс нельзя, товарищ Астана. Беды он нам, нашему обществу, принёс много. Поэтому вот взялись мы, кое-кто может быть недоволен, пишут и мне письма и говорят, что вы нас поставили в очередь за водкой, понимаете? Ничего, товарищи. Я думаю, даже те, кто ругают сильно, руководство и правительство, за то, что мы сократили, сокращаем водку и нажимаем решительно на пьяницу. Я думаю, и они поймут, что это и вы, и вы. Вы знаете, сколько сотни тысяч людей жизней мы спасли уже из-за того, аварии уменьшилось на 20% за один год. На 20% аварий со смертельным исходом уменьшилось за один год, товарищи. Сколько же людей в трудоспособном возрасте, в основном мужчин, гибло. А сколько денег на лечение уходят? Овощи, брухты, вот всё. Нам здесь не хватает ни компотов, ни соков. И воды мало? Минеральной. Минеральной нет у нас. А сколько в крае продажа увеличили соков за этот год? Полтора раза. Полтора раза. И в Приморье на 45% продажу соков и всех напитков других увеличили. Конечно, перестроить эту промышленность, которая гнала вино, креплённое на соки. Перестраивать сейчас всю. Перестраивать. Сделать холодильники для того, чтобы соками торговать. Многие сами создают портативные холодильные установки, чтобы можно было продавать. Всё это перестраивать. Но сейчас, в этом периоде перестройки, многие выходят в положение тем, что пустили. Квас делает. Доступное же дело. Доступное дело. Можно делать. Старый, это известный, знаете, мы после войны что с вами пили? Лимонад и этот. Морс. Вот два напитка и всё было. Было. Значит, можно найти простые рецепты. Живём на каком-то такой реке, а у нас вот отдохнуть негде. Был один пляж. Был один пляж, и тот сейчас заняли его по строительству. Вот служба быта, это же для женщин. Первая очередь. Домоуправление. Придёшь, ничего у них нет. Красок нет. Безвести нет. Ничего нет. Дресарей ждём по 10 дней, а то и больше. Давайте возьмёмся ещё за этот вопрос. Ведь мы, женщины, дома непорядок, на работе тоже в голове непорядок. Вот мы в этом году прибавили... Мы как раз вот и хотим так. Чтоб домоуправление... Хотим вот, если говорить, мы хотим прежде всего, чтобы продовольствие подтянуть. Мы сейчас навалились на сельское хозяйство. Многое дали сельскому хозяйству, чтобы они переварили продукцию больше. Раз. Второе. Мы решили каждый год. Вот в прошлом году дали миллион садовых огородников, в этом году миллион, чтобы за пятилетку дать 5-6 миллионов, кто хочет, так сказать, получить садик огородников. Чтобы, так сказать, и для отдыха, и для, так сказать, подсобной грядки там иметь, деревья, это делаем. Но самое главное, вы говорите, вот это, вот служба быта. У нас сейчас ситуация такая, запрос на бытовые услуги в три раза превышает то, что мы предлагаем. Это просто отстало. Социальная сфера, жилье, служба быта, это надо нам подтягивать. По жилью мы добавили несколько миллиардов. Еще ищем, как за счеты участия народа, чтобы личные вклады для этого использовать. И все-таки вот эту задачу, она трудная, но мы ее специально записали, чтобы все общество поднимать, чтобы к 2000 году каждый имел квартиру, семья имела квартиру отдельную. Эту задачу мы будем решать. Но вот что касается услуг, самое слабое место. Мы сейчас приняли так, в нынешнем году выделили дополнительно полтора миллиарда продажи строительных материалов. Решили сейчас готовим предложение, чтобы в плане уже заложить, чтобы на следующий год практически продажу строительных материалов, цемент, доска, гвозди, ну все, что нужно для этого, краски, чтобы подремонтировать, привести в порядок, чтобы снять эту проблему. Я ставлю этот вопрос просто. Все равно народ же должен квартиру отремонтировать. Он должен жить, значит он ищет это и находит. Ну а где находит? Тот, кто тянет, понимает. Три дорога платит народ, а тот ворует у государства. Значит все равно, эта часть все равно уйдет. Так лучше ее отдать, законно через сеть торговли, сам каждый возьмет и сам сделает. Вот собственно я считаю, что это принцип правильный. Сейчас готовится предложение, чтобы нам эту задачу, ну буквально в ближайший год два снять. Вот чтобы стройматериалы можно приобрести. Но я должен сказать и другое. Вот дома. Знаете, дома у нас все они практически, так сказать, ну получили. Никто за них не платил. Вортплата небольшая. И поэтому очень заботы о домах мало. Вот там, где кооперативный дом, вот сравнишь, как там лестницы, стены, все, понимаете, один вид. Как зашел коммунальный дом, который получили, где не платили свои деньги. Ну все расписано, все режут, понимаете, все. Поэтому с другой стороны, надо всем по-хорошему, так сказать, браться за содержание дому. Домов много. Хозяйство это трудно. Если народ сам не будет участвовать. Ну это же для самих себя. Поэтому надо вот эти домовые организации, домовые комитеты, надо, чтобы они вместе с жителями брали дело в родине. Дом в порядке, улица в порядке, поселок в порядке. Это надо товарищи брать всего. Чтобы не было такого ждеведческого настроения. Мы давай что хотим делаем, а все, что плохо, на начальство валили. Ну начальство, начальство. Все равно, в конце концов, вернется к вам. Все равно вернется к вам. Проблема с водой, с холодной. Да, вот именно. Город очень сильно расстраивается, но воды холодной все меньше и меньше. И воды? Да, и воды. Так сказать, нет. И третьего этажа. Это же на всех этажах, что ли? Да, и третьего. Мы на первую же. Я не знаю. Это все лучшее. Нету. Это очень плохо. В общем, я вижу, накопилось проблем у вас много. С отомблением нормально будет? Да вроде и ничего. Это мне нормально. Знаете, когда я слушаю вас, еще больше убеждаюсь, в том, что все то, что мы начали, правильно. Да, правильно. Много, много накопилось. Много. Бульдозер большой нужен, чтобы разрезти это. Бульдозер надо. Ну а что у нас такой бульдозер? Если у нас, раз мы в политику правильную предложили, и народ ее понимает, то вот главное это, чтобы в центре понимали, и чтобы понимание было руководство с народом. Я думаю... Контроль существовал. Да, да, да. Ну знаете, тоже, контроль его же с Москвы, с Москвы управлять такой страной, на таком континенте, на 10 тысяч километров, надо, чтобы в каждом коллективе, в каждом городе народ активно действовал. И чтобы не формальные депутаты были, а по-настоящему. И чтобы начальство, понимаете, не рассматривало, что как должность получил, он теперь удельник князь. А он не удельник князь, а на него обязанности в результате этого, понимаете, возлагается большая ответственность. И он должен служить народу, а не то, что ему, тут, понимаете, должны на него молиться. Но, но, товарищи, но одновременно всякий, кто попадает на руководящую работу, нуждается и в поддержке, и в понимании тоже. Но я знаю, насколько уже опыт у меня позволяет судить, где и собственные, и где приходилось. Там, где с народом тот или иной руководитель на предприятии, на уровне района, города, умеет с людьми, так сказать, организовать определенный контакт, взаимоотношения, выслушать что-то, полезное все учесть, то, что нельзя, разъяснить, сказать. Там всегда дело клеится, и дело движется, понимаете. И надо служить народу, служить. Если кто болеет вот этими делами прошлыми, и использует свою должность только, чтобы свои дела устроить, и поменьше, и не заботиться по-настоящему о городе, о заводе, о предприятии, это уже не работает. Как дела на предприятии складываются ситуации в городе, из городских ситуаций складываются обстановка в крае, а из того, как в краях и в республиках, и в стране. Так, оно же, так сказать, все суммируется. Поэтому сейчас порядок начал прибавляться, надо идти этой дорогой. И не смущайтесь говорить правду честно. Не надо раздражаться, не надо терять настроение, уверенность. Но и уступать не надо хамам, хапугам. Наглецам, понимаете, кто пытается унизить, обидеть человека, не уступайте. Не уступайте. Но они еще крепко сидят в этой деревне. Еще крепко сидят. Зайдешь и побоишься еще, как тебе бывает. Ничего, ничего. Время их уходит. Потихоньку и уйдет, уйдет, уйдет. Тот, кто перестроится, а перестроится все, вы должны. Вплоть до меня, все должны перестроиться. Народ не заблудится, имейте в виду. Хорошо. В общем, вы мне выдали информацию сходу. А на самом деле... Михаил Сергеевич, у нас стал секретарем, наркома, Хорошилов. Наш народ весь был рад, весь был доволен. Знаю, как секретаря, наркома обращались, четко отвечали на все вопросы. Поэтому мы все, весь народ, даже любого спросите, думаю, надеемся, что Хорошилов вообще все решит. А народ всегда решит. Вот это хорошо. А народ всегда поможет. И вообще надо выдвигать, прежде чем, на любую должность. Вот так. Не надо смущаться. Вот Алексей Климентьевич, я говорю, посоветоваться. Собираемся. Хорошилов из вашего коллектива прийти и собрать людей. И сказать, давайте, вот собираемся. А как вы думаете? Можно его? Нужно ли? Не надо этого бояться. Не надо тайны Мадридского двора строить. Побольше советоваться. Поменьше ошибок, чтобы во главе трудовых коллективов, районов, городов, стояли люди, которым можно поверить, что он что-то сделает. И люди его тогда поймут быстро и поддерживают. А у местных организаций есть и такое. Начинаешь критиковать. Еще в глаза. Ничего, чего бояться. Мне-то кого бояться. Я рабочий человек. Мне ничего не страшно. Дальше станка, то уж не пошлют. Да, нет. Сидеться в станке. А теперь уже нет. Требуешь истину, еще придется хорошо приехать. Вот так. Стараются убрать. Стараются убрать. Приезжать. Есть такое. Есть такое. Это не годится. Это не годится. Я перед всеми. Вот они стоят и перед вами говорю, что это мы осуждаем. И надо, чтобы об этом и газеты в полный голос писали. Вот встречал здесь редактор газеты городской. По-моему, мы здесь здоровались. Вот я ему говорю. Сейчас мы взяли, посмотрели, что пишут центральная пресса и что местные. И смотрим, у местных тишь и благодать. В чем дело? Что это райкома горкома, обкома. Райкома не разрешает сильно критиковать. Что это такое, товарищи? Все, что есть, хорошее надо поддерживать, а плохое надо, чтобы знать, принимать меры, чтобы о нем знали и устраняли. У нас не должно быть темных мест. Все должно быть. Народ должен знать и под контролем держать. Потому что самый сильный фактор – это человеческий фактор. И нечего от народа таить. А что за социализм, что от народа таить? Это что у нас, понимаете? Концерны тут, частники. Это все поставленные люди. Те, которые сами же вышли. Еще правило, если мы с людьми не будут работать, ничего не получится у нас. Какого коммунизма, ничего. Я согласен. Это я говорю, что вы. И согласен, убежден в этом. Мы взялись за страну основательно. Сил у нас хватит, характера хватит. Никто нас не собьет. Никто не собьет. Желаю вам успехов. Спасибо вам большое. Спасибо. Держите. Теснее, теснее, теснее. Всего доброго. После посещения авиационного завода имени Гагарина, Михаил Сергеевич Горбачев осматривал город. На улицах Комсомольска-на-Амуре Михаил Сергеевич встречался и тепло беседовал с его жителем. Иначе будет приезжать, будет больше добавлять. Вы знаете, Алексей Клементьевич, еще. Я на заводе много говорил, и женщинами, и мужчинами. Они мне рассказали, что хорошо, что плохо. В общем-то, большое дело делает город. Все-таки в этом суровом краю, нелегком краю. Люди обжились, горни пустили. Не просто обжились, но делает большое дело для нашей страны. Поэтому первое мое слово, это слово признание. И приветствие от имени Гагарина. Ну, вчера вы успели кое-кто послушать? Да, мы не послушали. Мы думаем, думаем все-таки, что Дальнему Востоку сейчас надо подойти так, в целом. А то мы в одном углу что-то сделали, в другом что-то сделали. А вот социальная сфера отстоит. Поэтому мы сейчас думаем, так надо, знаете, уже, раз мы пришли на Тихий океан, это наша земля, богатая служительная. Вот мы, думаю, где-то в пределах нескольких месяцев будем завершать эту работу по созданию комплексной государственной программы дальнейшего развития Дальнего Слава. Это будет и на эту пятилетку, и до двухтысячного. Ну, а есть вопросы, вот мне сказали многие такие, которые надо просто помочь городу. Да вот Алексей Климентич мне сказал, что мы ведь когда-то приняли несколько лет назад специальное постановление о развитии города. И там главное вот этим вопросом было. Провалили это постановление. Вот я сказал, дать мне эту всю справку, что, кто, что провалил. Надо и спросить. А то ведь так, принимаем все новое, а спрашивать не всегда спрашивают. Не привыкли, как с гуся вода. Были же поручения, были даны. Причем это же край, где надо решать. Вот здесь товарищ и министр здесь со мной на Дальнем Востоке, и заместитель, первый заместитель председателя Госплана СССР. Как раз товарищ Бибин отвечает за вопросы строительства. Он слушает тоже. Уже мы обменялись с ним во Владивостоке и договорились, что надо то, что там подготовлено, надо заново вернуться. И все с учетом, что мы услышали, увидели, передумать. Одно имейте ввиду, что будем Востоку помогать.